Сотрудники здравоохранения, курортные отрасли, бюджетных учреждений и обычные сочинцы. В конференц-зале санатория знания нет свободных мест. Желающих узнать об услугах и акциях одной из лучших здравниц страны собралось даже больше, чем ожидал санаторий. Здесь найдутся интересные предложения как для молодых, так и зрелых гостей и даже для любителей отдыха в горах Красной Поляны. На Дне открытых дверей мы презентуем нашу уже постоянную программу, это серебряный возраст для поколения от 55 лет. Потом мы презентуем программу антистресс, а также новые программы, которые у нас появились. Программа по реабилитации, которую мы запускаем уже этим летом. Программы, которые ориентированы на более молодое поколение, это со знанием в горы. Директор знания Дмитрий Богданов в ходе Дня открытых дверей, которые здесь традиционно проводят в конце февраля, рассказал о санаторном отдыхе и вообще. Как оказалось, о его пользе для людей разного возраста знают немногие. Секрет прост. Режим дня плюс правильное питание, прогулки, свежий воздух и оздоровительные процедуры дают великолепный эффект. Такой не получишь, например, просто посещая массажный кабинет или отдыхая на пляже у моря. Как вновь вернуть легкое пробуждение по утрам? Как вернуть хорошее настроение, улыбку, хорошую устойчивость к стрессам? И просто в течение дня чувствовать себя бодрым, энергичным. Всего несколько дней в санатории, буквально через 3-4 дня, можно получить очень заметный эффект. Неделя в санатории дает запас этой энергии примерно на полгода. И все это по низким ценам. Знания предлагают отдых от 1400 рублей в сутки. Это включая питание и еще ряд процедур по оздоровлению. Путевки выкупаются на 2,5 года вперед. Но санаторий «Знания» всегда оставляет резерв для сочинцев. Кстати, по итогам прошлого года «Знание» оказался одним из самых востребованных санаториев страны. Его среднегодовая загрузка – 91%. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.